Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и мы продолжаем нашу карьеру за Мадридский Реал. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения или летсплеи на ютубе. Буду рад, что всех там увидите. Ну и так же, друзья, у меня маленькая просьба к вам. Скорее всего, ютуб добавил мой канал в какой-то вот синевой бан, потому что не приходят многим уведомления на стримы, на выход нового ролика, поэтому поддержите мой канал лайком, напишите комментарии, желательно больше шести слов, чтобы мы вошли в эти алгоритмы ютуба, и я надеюсь на ваше понимание, что поможете мне выйти из синевого бана. Ну что же, давайте посмотрим, какие нас сегодня ожидают матчи. Во-первых, это выездная игра в Лиге Чемпионов против Камбура. Это, наверное, команда вместо Шерифа. Сегодня ли классика у нас? Против Барселоны будем еще и на Кампнову играть, домашняя игра против Эльчи, и выездная игра... А, нет, это Ассасуна. Это Ассасуна, что ли? Вот Эльчи 30-го мы играем. Да, это Ассасуна, ну, прошу прощения. Поэтому вот сегодня мы заканчиваем месяц октябрь. Ну, и посмотрим. Давайте на пресс-конференцию пока сходим. Итак, вначале... А, вы начали игру в Лиге Чемпионов с победой, еще один выигранный матч, но это понятно. Команда играет достойно, действительно, у нас, поэтому, скорее всего, мы точно выйдем в плей-офф, но желательно бы с первого места нам. Так, не стоит недооценивать соперника. Здесь, конечно, немножечко настрой команда упадет, но в любом случае не нужно. Вот такие слабые команды иногда приносят сюрпризы. Ну, и не сомневаюсь о том, что у нас хорошая форма, и мы дальше продолжим так же играть. Так, ну что же, против Камбура мы отыграем, скорее всего, вторым сезам, потому что через пару дней у нас уже игра против Барселоны. То есть игра вот в среду, а против Барселоны уже в субботу. Поэтому давайте лучше так вот и сделаем. Ну, и сейчас лучший бомбардир наш, это Марко Асенсио в Лиге Чемпионов. Я не помню, он вроде в первом у нас составе. Сейчас посмотрим. Да, на правом фланге, во втором у нас вот Венисиус, Йович и Бейл в нападении. Ну что же, Камбур против Реала, мы на выезде, поехали. Ну что же, Реал приезжает на выезд, я не знаю даже откуда вообще эта команда, Камбур. Первый раз такую вижу, но посмотрим, что у нас выйдет, в принципе, по этой игре. С ними мы будем играть вот третий и четвертый тур. Ну и здесь Гаррет Бейл. Бейл, кстати, забил. Все-таки получилось доковырять, поэтому отлично. 1-0, мы выходим вперед на выезде. Хороший гол, лалийца. И на Венисиуса пошла, но вряд ли здесь, естественно, Венисиус быстрее вратаря отыграет. Стевенс мяч забирает намертво. Вальвердо неплохо, Бейл, Йович. Не получилось и не прошла передача, Бейл в дальний нужно бить и забивает. Дубль Гаррета Бейла в сегодняшнем матче. Это уже третий мяч Гаррета Бейла в этой лиге чемпионов. Три матча, три забитых мяча. Хорошая статистика. Так, неплохо. Родри через Иско. Это уже Йович. И хорошую такую передачу на Федерико Вальверде. И тот все-таки перебрасывает это 3-0. Но это все. Мне кажется, Реал сделал все, что хотел сделать в первом тайме. У него это и получилось. Три мяча вряд ли уже отыграет Камбур. Ну, сейчас что-то даже не показали, как Вальверде, в принципе, какой гол забил для себя в лиге чемпионов. Первый, кстати, дебютный гол Вальверде в этом сезоне в лиге чемпионов. Бейл, но здесь уже и потеря мяча. И все, уходим мы на перерыв. Счет у нас 3-0. Ребята молодцы. Полностью устраивает меня, как играет команда. В любом случае, мы поверили в Пикфорда. Так, мы надеемся, что он сейчас у нас раскроется. И Йович еще боковыми ножницами вот так вот забивает с линии вратарской. Замечательно, 74-я минута, 4-0. Поэтому дай бог, чтобы у нас Пикфорд раскрылся. Побольше рейтинг для себя получил. Ну и был одним из ключевых игроков в нашей команде, может быть, в будущем. Поэтому, ну как, пока что идет иска. Хорошую передачу отдает на Венесюса. А бразилец сам решил пробить. И Йович. Йович забивает дубль. 5-0. 81-я минута. Мариал куражится как может. Сейчас увидим хорватского капитана. Мадридского реала. Был мощная подача на дальнюю. Милитао. А здесь и Родри. И какой галешник забивает еще и Родри. 6-0 в итоге. Забивает. Новоиспеченный игрок мадридского реала. Неплохо здесь и Милитао скинул. Ну и Родри. Очень хорошо в дальнюю. Там в перекладину, кстати, даже удар-то пошел. Смотрим еще раз. Был, во-первых, сейф вратаря. От перекладины. И очень хороший удар. Очень хороший действительно момент. 6-0. Но в любом случае победа. Разгромная. Так и нужно было действовать. 6 забитых мячей. Дубль Венисиуса. Извините, не Венисиуса. Луки Йовича. Дубль Гарета Бейла. Один гол Федерико Вальверде. Один гол мы видели сейчас Родри. Поэтому шикарная игра. Мадридского реала в Лиге Чемпионов. По их джим мы наиграли только на 5. Кстати, побольше. Например, тот же гол Родри мог и не залететь. Но это камбурно. Один мяч, наверное, сейчас в концовочке это наиграл. Но Пикфорд молочи. На что для себя вот эту победу сухую он вырвал. Ну и лучшим игроком стал Гарет Бейл. У него два забитых мяча. Именно по рейтингу. А так, естественно, MVP матч у Йовича. Он сделал дубль и отдал 3 голевые передачи. Гол плюс пас у Вальверде. Один гол у Родри. Вот Милитау как раз голевую отдал с этого углового. В принципе, все замечательно. Не вписался, естественно, в команду Лука Модрич. Который, я не знаю, сколько сыгран на минуту. 7 минут всего лишь он привел на поле. Вот, ну а Марсела 6.8 оценка. Скорее всего, были где-то потери. Но через него игру мы и не старались как-то проводить. Итак, Асенсио. Спасибо за то, что верите в меня. Тренер, хоть я и не отношусь к числу ключевых игроков этой команды. Он, кстати, действительно стоит в контракте нерегулярный. Но в любом случае он у нас основной игрок правого фланга. Даже Бейл уже во втором составе играет. Поэтому вот как-то так. Сейчас, кстати, у нас важная здесьная игра. Все сейчас во всем мире будут смотреть этот матч. Барселона-Реал. Реал идет сейчас на первой строчке в Ла-Лиге. Не теряет пока что очков как в Лиге Чемпионов, так и здесь. В чемпионате Испании. Поэтому посмотрим. Барселона, кстати, идет на четвертом месте. Но отставание в 10 очков вряд ли как-то поможет даже победа Барселоне. Алаба. Я в хорошей форме и прекрасно себя чувствую в последнее время. Надеюсь, вы не оставите меня на скамейке в следующей игре против Барселоны. Я подумаю, ну, там, кстати, я не знаю. Скорее всего, Алаба-то он игрок стартового же у нас состава. Кто давно не записывал. Да, Алаба сегодня сыграет. Поэтому все замечательно. Ну и посещаем пресс-конференцию. Начало сезона для вас было не самым удачным. И теперь борьба за титул может оказаться непростой. Да как непростой? Какие-то вопросы странные. 9 побед из 9. Сможете исправить? Конечно, мы сможем исправить. Мы на первом месте сейчас идем. Реал проводит победную серию в 9 матчах. Команда ни разу не проиграла. В матче против Барселоны продлите эту серию. Давайте вот так же и ответим, что интересует меня общий успех. Вам понравится матч против Клуба Барселоны. Настоящая битва титанов. Кто выиграет? Проведем матч и увидим. Будем пока что вот так вот отвечать. Не на чьей стороне быть я сейчас вот не хочу. Ну что же, выезд. Снова, кстати, уже второй подряд в этом выпуске. Ну и состав. Афтерштеген, Нева, Пике, Арауха, Вагуэ, Каутине в опорке. Вот это странно. Педри, Де Йонг, Де Пай, Агуэра и Порту. Ну вот Порту, я вижу, приобрели. И насчет вот левозащитника Нева я его, к сожалению, не знаю. Но посмотрим, посмотрим, что выйдет из этого матча. Поехали. Итак, 10-й тур. Барселона-Реал. Эль Классика в мировом футболе. Со всего мира смотрят этот матч. Потому что есть зачем посмотреть. Барселона сейчас идет на 4-й строчке в Ла Лиге Сантандер. 17 очков у них в активе. Реал 9 матчей без потери очков. 9 побед подряд в Ла Лиге. 27 очков. Первое место абсолютно заслуженное. Ну и вот отставание Барселоны до Реала в 10 очков. И можно так сказать в 3 места в турнирной таблице. Пике. Азар. Неплохо через Модрича. Модрич на Асенсио. 1-0. Этот парень не зря поблагодарил меня. Вот. Получилось забить за него. 19-й минуты. 1-0. Асенсио выводит Реал вперед. Модрич. Хорошая передача. Асенсио. Бензема. И вот оно. Отличное подключение Тони Кросса. Но этот парень сегодня делает всю грязную работу. И еще и голевую передачу на Азара дает. И Азар забивает в Эль Классика. 37-я минута. 2-0. Реал на выезде переигрывает Барселону. Ну. Во-первых, шикарная была передача на Тони Кросса от Бенземы. Ну и шедевральный пас немца на Эдена Азара. Ну и хороший удар в дальний угол. Здесь подкрутки получилось все-таки забить. В начале тайма у Азара был похожий момент, но он тогда вот попал в перекладину. Здесь все-таки получилось попасть еще и в створ. Ну и Торштеген был не у дел. Лука Модрич. Карим Бензема. Можно, можно здесь бить. И какой голешник забивает с нерабочей ноги. Карим Бензема. Пытался как-то с подкрутки пробить в этот угол. Но получилось пробить под мяч. Так что вот он как будто таким парашютом залетел в ту самую девятку. Вот правда, я ждал, когда он будет перекладывать мяч на правую рабочую ногу. В итоге он пробил с левой. Ну и видим переброс такой прям мощный, сильный. И 3-0. Асенсио, Азар и Бензема. То есть сегодня забила вся троица нападения Мадридского Реала. И забили каждый по одному мячу. Азар. И здесь уже все. Ну, скорее всего, все силы Барселона бросила в атаку. Асенсио и Карим Бензема. Здесь уже и праздновать не стоит. Карим Бензема это и показывает. Потому что, ну, вот этот гол уж точно сами барселонцы, если может быть каталонцы, себе привезли. Ушли всеми силами в атаку. Но по факту правильно сделали. Вагуэ. Так что это сейчас атакующая такая замена у Барселоны. Делихт! Какой голешник! Это 5-0. Такого точно не ожидал никто. Делихт забивает с углового ворота Барселоны. И Барселона снова забивает больше 5 мячей во втором матче. Реал забивает больше 5 мячей во второй игре подряд. Ну, шикарно. Еще и Алаба подает. Ну и Делихт в самый нижний угол пробил. Это еще и вымерить так надо было. И вот все получилось у голландца. 5-0. Реал просто уничтожил и размазал по газону Камп Ноу, Барселону. Ну вот, ребята действительно молодцы. Два мяча вот в концовочке, особенно голода и Делихта, меня очень даже сильно поразил. Но мы видим, что и Барселона в принципе никак не пыталась. У них был один удар. Кстати, как-то они этим ударом XG себе практически на единичку вывели. Но мы наигрывали, кстати, на 6 мячей. То есть там, скорее всего, Бензема где-то-то и должен был забить, чтобы свой хэт-трик оформить. Ну, Бензема в принципе-то и стал лучшим игроком. У него дубль. Гол плюс пас у Асенсио. Две голевые у Луки Мотрича. Один гол у Азара. Голевая у Алабы. Гол у Делихта. И голевая у Тони Кросса. Ну и не вписался сегодня вот в игру. Мы видим, если так можно сказать, Карвахаль. Потому что у него у единственного оценка ниже семерки. Ну, в любом случае, вся оборона молодцы. Не пропустили ни одного мяча от Барселоны. Итак, Алаба. Я действительно ценю то, что вы прислушаетесь ко мне и даете играть по кайфорне. Но все-таки Алаба сассистировал на как раз Матейзе Делихта с углового. Поэтому в победе этот парень тоже вот поучаствовал. Так, нам приходит предложение по Мигуэлю. Возможность аренды его в Рейнджерс. Ну, посмотрим. В принципе, кстати, на один год Карагумрук принимал. Но, не знаю, они хотят с правом выкупа. Вряд ли они сейчас согласятся без этого права связываться с нами. Но посмотрим. Да, действительно, связываться они не будут дальше. Но это их право. Я тоже вот не хочу просто так игроков с правом выкупа еще куда-то вот отдавать. Реал против Асасуны. Кстати, Карим Бензема 9 забитых мячей вышел на чистое первое место в лонке бомбардиров. Но вот я не знаю даже, каким составом-то сейчас играть. Асасуна и Эльчи остались на сегодня. Ну, давайте посмотрим по турнирному расположению. Асасуна 9, Эльчи 15. Ну, значит, давайте против Асасуны мы тоже первым составом сейчас отыграем. Вроде все восстановились. Но против Эльчи вторым составом. Реал Асасуна. Домашняя наша игра. Поехали. Итак, Карим Бензема после матча с Барселоной, где он забил дубль, стал лучшим аббардиром сейчас Ла Лиги Сантандер. На втором месте идет Луис Суарес, бывший нападающий Барселоны. Поэтому вот как-то так. Ну что же, первый матч, кстати, Реала сегодня дома и против Асасуна. Давайте начнем матч от вратаря. Мяч так подобрал. Бензема. Точная передача на Асенсио. 42 забитых мяча у Реала за 10 матчей. Еще и Асенсио какой-то шикарный гол забивает в самую девятку на 12-й минуте игры. Еще раз посмотрим. Получает Асенсио мяч. На ложном замахивается. И из-за пределов штрафной. Хорошим таким лонгшотом. Здесь даже, мне кажется, точка для штрафного примерно была у Тони Кросса. А вот замечательно забивает. Ну и Асенсио неплохо. Шестой мяч. В 8 матчах. Замечательная статистика. Не пропустил Асенсио. Здесь неплохо так раскатал. Модрич сейчас передачей. И подавать. И подавать. Естественно, на дальнюю. Как здесь Кросса. Вы посмотрите. Он просто уже в полете замыкал эту передачу. То есть не было такого акцентированного удара в прыжке. А именно летел Тони Кросс. Когда забивал этот мяч. 2-0. Как Модрич здесь с Асенсио неплохо на фланге раскрутили. Вот. Просто летел парень. Просто. Вот как в Анперсе практически. Рыбкой так пробивал. Здесь и Кросс. Просто в полете замечательно. Мяч этот отправляет в сетку в ворот Ассасуны. И 2-0. На 30-й минуте. Ну и снова. Снова и снова. Сразу обходя абсолютно всех. Заброс хороший сейчас-то и прошел. После этого может быть и гол. Бензема забил. А все началось с чего? С опасного удара Ассасуны. Который потащил Куртуа. И Минди шикарно вынес на Бензему. От этого все и началась атака. Ну а здесь чисто сам Бензема накрутил. Здесь мог и немножко даже с мячом продвинуться. Немножечко вперед. Заработать пенальти в принципе. Но решил сам пробить с такой хорошей дистанцией. И забивает. 3-0. У Бенземы это если я не ошибаюсь. 11-й мяч уже в Ла Лиге Сантандер. Карим Бензема. Лука Модрич. И можно, можно забросить Бензема. 4-0. Дубль. Француза почему-то вот не получилось. У него как-то вот реализовать свои моменты в первом тайме. Забил во втором. Еще есть время в принципе чтобы хэтрик забить. Но как сейчас шикарно отыграл Модрич с его голевым пасом. Ну и Бензема. Шикарно так заварил для себя корпус. Ну у вратаря кстати были шансы. Отбить этот удар. Он наверное очень мощным был. Но значимая как минимум случайность. Такая Модрич. На Карима Бензему тот еще и пяткой. Но вы посмотрите что творит. Что творит этот гений. Забивает хэтрик в ворота Асасуны. 72 минута. 5-0. Ну тут нужно только смотреть как забивал Бензема. Модрич снова. И вот так шедеврально. Пяточкой. Ну можно сказать в ближний угол. Потому что сам он двигался именно в правую сторону. Для него тогда был бы этот ближний угол. Но в итоге пробил он в левый. Дезориентировав тем самым вратаря. И вот хэтрик. И Тони Кросс. Ну вот это просто замечательно. Еще и Тони Кросс. Просто накрутил, навертел. И из-за штрафной. Вроде из-за штрафной шлепнул. По воротам. 6-0. Что еще здесь говорит. Ну это будет мне кажется долгий ролик. Из-за того что. Ну вам нужно показывать эти все голы. Кстати удар это не такой уж и опасный. Из-за защиты наверное из-за того что пробил. Поэтому. Вратарий не смог потащить этот удар. Не видел. На момента нанесения удара. Кросс. Замечательно. Карим Бензема. Покер. И это покер. 7-0. Реал просто ну вот что-то сегодня творит неимоверное. Еще и в стиле Кричана Роналда празднует Карим Бензема. Замечательно. Замечательный результат Реала. 6-0 вынесли в Лиге Чемпионов соперника. Барселону крупно обыграли. И еще обыграли крупно. Да еще и не пропуская. Вот против Асасуны. Все. 7-0. 7-0. Реал творит просто что хочет. На поле. Пока что конкурентов. Мне кажется в Европе. У Реала просто нет. По XG. Ну так 15 ударов. 7 мы забили. На 7 и наиграли. Ассуна не на 1 мяч свой не наиграл. А было 5 ударов между прочим. Ну званием в МВП матч. Естественно у Карима Бенземы забил 4 мяча. Отдал 1 голевую. Кросс. 2 плюс 1. 5 голевых передач. Кстати отдал Лука Модрич. Это шикарный результат. И вроде впервые отдаю игроком. 5 голевых передач. Не понимая этого. Поэтому супер. Ассенсио 1 гол. Ну и все. У Азара 7-1. Кстати все игроки выше семерки получили. Это неплохо. Ну что же. И последний матч на сегодняшний выпуск. Играем против Эльчи. Вторым составом. Может так уж и быть. Выйдем. В сколько уже получается. Мы в 9 очков. В 9 очков мы лидируем сейчас. Над Атлетико Мадридом. Ну и вот Бензема. На 5 мячей сейчас опережает Суареза. В гонке бомбардиров. Хороший и замечательный результат. Ну вот выездная игра. Поехали. Ну что же. Эльчи принимает Мадридский Реал. Кстати стадион у них очень большой. Мне кажется. Хоть и не лицензионный. Но очень большой. По сравнению. Но Эль Либертадор. На таком же стадионе играет Барселона. Но у них все таки он более менее схож. То есть как Кампноу. Но вряд ли у Эльчи такой прям стадион в реальности. И Лука Йович. 1-0. 28-я минута. Поздно конечно забил Мадридский Реал. Но так же и в матче Лиги Чемпионов. Реал играл этим же составом. Для нас вторым. Тоже поздно забил. Но кстати у Йовича хорошая статистика. Чисто если так смотреть. Для нападающего в каждом матче в Ла Лиге он забивает. Иско. Очень даже неплохо. И какой голешник. А от перекладины забивает Иско. 2-0. 54-я минута. И Испанец увеличивает преимущество Мадридского Реала. Сегодня все победы. Ну вот последняя осталась. Нам еще один гол как минимум забить. Все были разгромные. И ни одного мяча мы до сих пор не пропустили. Это вот меня просто сегодня поражает. Ребята действительно молодцы. И Венисиус может быть и вдаль не получится. Ой-ой-ой. Попадает в штангу. Но Иско. Иско сегодня молодец. Дубль забивает. Еще и забил вот так вот. Вот таком вот рикошете. Но голевое чутье был там где нужен был. На Йовича. И голевая на Бейла. И все таки Гаррет Бейл забивает. 4-0. 78-я минута. И у Гаррета Бейла получилось забить. Здесь Иско хорошую еще и голевую передачу отдает. Ну я не знаю. Ждем наверное мы только серьезных соперников в плей-офф Лиги Чемпионов. На Иско неплохо. Иско находит Венисиуса. Ну вот сегодня что-то вот Венисиус вообще блекло и в Лиге Чемпионов отыграл. И все таки забил. Вот надо было его пожурить сейчас. Чтобы все таки этот парень забил. 5-0. 90-я минута. И забивает еще и наш Венисиус. Давайте и Модрича выпустим уже. Вряд ли сейчас что-то он покажет. Но в любом случае дадим отдохнуть Иско. Четвертый мяч у Венисиуса. В шестом матче Ла Лиги Сантандер. 5-0. Разгромили очередного соперника. У нас 4 сегодня победы подряд. 4 крупные победы это раз. Два. Мы ни одного мяча сегодня не пропустили. Поэтому замечательная статистика у наших ребят. Мы наиграли на 6 мячей. Эльчи даже на вот один. Не получилось. У них всего лишь 2 удара было в створ. Ну и лучшим игроком признан Иско. У него дубль. Плюс дубль. Можно так сказать. 2 голевые. Плюс 2 забитых мяча. Гол у Йовича. Гол плюс пас у Венисиуса. 1 гол у Бейла. И голевая от Вальверда. Ну. Андриазола мог еще здесь подтянуться как-то. И были бы у нас все игроки стартового состава. С оценкой выше 7. Итак. А у нас предложение кстати по Адриасоле. Мы его разыстрели. Да. Оказывается выстрели. И Вильяреал. Но. Давайте поторгуемся. Потому что. Там и Барселона. Интересовалась Барусия. Я увидел. И вот сейчас Вильяреал. Все таки команда. Конкурент наш в чемпионате. Но. Адриасола очень хороший игрок. Давайте. Не знаю. 28 с половиной миллиона. Сейчас попробуем выторговать. С Вильяреалом. Они хотят мой Гомес обменять. Нет. Контр предложение. Убираем. Давай. 28 миллионов. Все равно. Зачем нам этот игрок. Я понять не могу. Куда ты его все втюхиваешь. Давайте 28 уже просто миллионов. Отлично. За 28. Он на Эмире все таки договорился. Ну какого-то не знаю. Предлагал игрока. Я даже рейтинга его не знаю. Уже втюхивал. Так. У нас не выполняются задачи. Так. А что за задача? Узнаваемость бренда. Подписать трех человек. Представляющих континент Азии. Ну это дребедень. Не буду вот этим вот прям заниматься. Так. Ну все. На этом мы сейчас закончим. Посмотрим. Что у нас там. Ежебесячный отчет о молодежном. В нашем составе. Академии. 88. Сразу до свидания. Так. Ну остальные держатся. Кстати вот есть. Луис Руиз. 64 уже рейтинг. Ну ему 15 лет. Надо как только ему 16. Будет его забрать. Подписать в основу. Так. Ну и вот этих ребят тоже. Вот. У кого 90 плюс. Будем забирать. Ну и все. На этом мы заканчиваем. Ребят. Всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик. Чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну с вами был Андрей. И канал Футбол. Это Жид. До новых встреч. Друзья всем. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok